Встреча с фронтовой авиацией Встреча с фронтовой авиацией В 1863 году ОКБ Павла Сухова приступило к проектированию нового фронтового бомбардировщика Основные требования военных к новому самолету сводились к следующему Полет и атака целей на малых и сверхмалых высотах и улучшение взлетно-посадочных характеристик Первоначально для уменьшения дистанции взлета и посадки Сухой решил применить специальные подъемные двигатели В 1966 году на базе истребителя Су-15 была построена летающая лаборатория Су-15ВД На этой машине установили три дополнительных реактивных двигателя Пока шли испытания этой конструкции, в ОКБ Сухова создали опытный образец фронтового бомбардировщика Он назывался Т-6-1 Работами по созданию этой машины руководил главный конструктор Евгений Фельснер Опытный самолет имел треугольное крыло и оснащался шестью двигателями Два маршевых в хвостовой части и четыре подъемных в средней части фюзеляра В июле 1967 летчик Владимир Ильюшин поднял опытную машину в воздух Испытания самолета продолжались шесть лет Однако еще на раннем этапе этих испытаний Павел Сухой принял решение отказаться от подъемных двигателей И применить на боевой машине крыло изменяемой стреловидности Его назначение заключается в следующем При взлете и посадке крыло выдвигается вперед, обеспечивая хорошие взлетно-посадочные характеристики При выполнении задания на малых высотах с большой скоростью Крыло устанавливается в положении максимальной стреловидности, создавая оптимальные условия для полета Стоит отметить, что такая идея была не нова Теоретические и практические разработки в этой области вели все ведущие авиационные государства Но первый серийный самолет с крылом изменяемой стреловидности построили в США Он назывался F-111 Впервые эту машину показали на парижском авиасалоне в 1967 году Американский самолет оказал большое влияние на решение Сухого Спроектировать фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Новая советская машина вышла на испытание в январе 1970-го Она получила обозначение Т-62И Самолет показал хорошие результаты как на взлете и посадке Так и в полетах с большой скоростью на малых высотах Следующим шагом стало размещение на новой машине комплекса оборудования Без которого невозможно эффективное выполнение боевого задания На самолете впервые в Советском Союзе вместо аналоговой установили цифровую прицельно-навигационную систему Puma Она включала в себя 13 подсистем, которые обеспечивали как уничтожение целей противника, так и безопасность полета Также специальная аппаратура позволяла производить автоматический полет с огибанием рельефа местности на высоте 200 метров со скоростью 1320 км в час Собственно, достижение таких характеристик и было одним из главных требований заказчика Испытания машины и отработка прицельно-навигационной системы продолжались два года В 1972-м самолет приняли на вооружение под обозначением Су-24 Фронтовой бомбардировщик Су-24 Экипаж 2 человека Силовая установка два турбореактивных двигателя АЛ-21Ф3 с суммарной тягой на форсаже 22400 кг Максимальная взлетная масса 39700 кг Максимальная скорость 1430 км в час Практический потолок 11000 метров Дальность полета 3055 км Вооружение Одна шестиствольная пушка калибра 23 мм И различные типы управляемых и неуправляемых авиационных ракет и бомб Несмотря на то, что Су-24 официально приняли на вооружение в 1972-м, государственные испытания проходили еще два года Только в августе 1974-го первые серийные машины стали поступать в полки фронтовой авиации Отметим, что летчики поначалу отнеслись к Су-24 с опаской Самолет был достаточно сложным в управлении Да и большое количество радиоэлектронных систем было непривычным Быстро переучиться на этот бомбардировщик получалось далеко не у всех пилотов Но со временем боевые качества машины оценили по достоинству Особенно впечатляло вооружение Восемь узлов подвески позволяли нести Су-24 большое количество оружия различного типа в зависимости от поставленной задачи Этим оружием могли быть Управляемые ракеты для уничтожения наземных целей противника Противорадиолокационные ракеты Различные авиабомбы Неуправляемые авиационные ракеты Подвесные пушечные контейнеры Ракеты класса воздух-воздух для самообороны от воздушного противника Кстати, узлы подвески, расположенные под крылом, имели специальный механизм поворота Он позволял подвескам с вооружением постоянно находиться параллельно фюзеляжу, независимо от положения крыла Экипаж самолета состоял из двух человек Летчика и штурмана Первый управлял машиной А второй работал с прицельно-навигационным комплексом В случае необходимости штурман также мог пилотировать самолет В апреле 75-го было принято решение о модернизации фронтового бомбардировщика Это связано с тем, что в Советском Союзе появилось новое бортовое оборудование и вооружение Опытный образец модернизированной машины совершил первый полет в 77-м А через два года в Новосибирске началось серийное производство новой модификации под обозначением Су-24М Основное отличие от предшественника заключалось в замене прицельно-навигационного комплекса «Пума» на более совершенный и надежный Он назывался «Тигр» «Тигр» значительно повысил точность бомбометания и стрельбы Также появилась возможность использовать в боевых действиях новые высокоточные средства поражения цели Помимо этого бомбардировщик оснастили системой дозаправки топливом в полете Су-24М стал первой машиной советской фронтовой авиации с такой системой Убирающийся топливоприемник разместили перед фонарем кабины летчиков Кстати, сам самолет тоже может выступать в качестве топливозаправщика Для этого на него подвешивается специальный агрегат заправки Боевое крещение бомбардировщики Су-24 получили в Афганистане Операция с участием этих самолетов стала одной из самых крупных в Афганской войне Она проходила в 1984 году Именно тогда советская армия нанесла серию мощных ударов по формированиям противника Правда, здесь Су-24 не использовали режим огибания рельефа местности Бомбовые удары наносились с высоты около 5,5 тысяч метров Недосягаемой для огня противника Хорошие летно-технические характеристики позволили создать на базе этой машины Несколько различных модификаций Среди них можно выделить Су-24МР Самолет, способный вести всепогодную комплексную разведку И Су-24МП Самолет радиоэлектронного противодействия Во второй половине 80-х под обозначением Су-24МК Появился экспортный вариант машины Он имеет упрощенное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение Серийное производство самолетов Су-24 всех модификаций Было завершено в 93-м году Всего построено около 1200 единиц Но потенциал, заложенный при создании Позволяет эффективно использовать эти самолеты и сегодня В 2001 году некоторые из бомбардировщиков Прошли серьезную модификацию И возвратились в войска под обозначением Су-24М2 Благодаря новой навигационной системе Самолет может осуществлять полет с огибанием рельефа местности На высоте до 30 метров И кратковременно выходить на высоту до 10 метров Планируется, что Су-24 Будут входить в состав ВВС и морской авиации России И в следующем десятилетии Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»